Доброе утро! Что ж, тема непростая, серьезная. Скажите, как у нас обстоят дела в Югре, хотя бы взять статистику с начала года, вот какова статистика по дорожно-транспортным происшествиям? Да, хотелось бы лучше, но хочу отметить, что Новый год начался для многих трагически. С начала января на дорогах округа у нас зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествия, в которых 140 людей получили травмы и 17 погибли. Это довольно много, мне кажется, с начала года. Хочу заметить, что в том числе произошло 13 уже автоаварий с участием несовершеннолетних, в которых 14 детей получили травмы. То есть это в основном у нас дети пассажиры. У нас аварийность растет год от года или нет динамики какой-то конкретной и по-разному каждый раз? Нет, вот статистика ведется и картина, в принципе, довольно неплохая. За последние 10 лет у нас наблюдается снижение всех показателей аварийности. То есть это как и количество дорожно-транспортных происшествий, так и раненых и погибших в них людей. А прошлый год у нас характеризовался также снижением показателей. Надеемся на лучшее. Ну, слушайте, я прочитал информацию, не знаю, насколько это правда вообще. Может быть, в этом году это объясняется, как объясняет это высшая школа экономики. Люди стрессуют, люди нервничают из-за ситуации в мире, из-за кто-то из-за потери работы, кто-то из-за отсутствия денег, из-за роста цен. И высшая школа экономики связывает вот это именно с этим, не по каким-то другим причинам. То есть я к чему веду? Учитывая, что у нас работает проект эти безопасные дороги, ведь у нас же все время сейчас дорожная сеть улучшается, расширяется. Дороги станут более качественными. Если говорить о переходах и надземные, и подземные, все вот это вот есть. И, не знаю, может быть, просто безалаберность какая-то общая. Почему, как вы думаете, какие причины все-таки основные? Я считаю, что это все равно излишняя самоуверенность. Что касается водителей, пешеходы думают, что они успеют. Водители их могут не всегда вовремя заметить. Пешеходам присуще то, что они уверены, что автомобиль способен остановиться сию минуту, как только он появляется на проезжей части. Но, увы, как показывает статистика, к сожалению, это не так. У всем присущи какие-то факторы, невнимательность, отвлечение внимания и другие, возможно. Человеческие факторы. Если говорить о причинах ДТП, все-таки какие считаются самыми, наверное, распространенными, в частности, у нас в округе? Из-за чего случаются эти страшные аварии? Что касается начала этого года, в общем, причины они остаются все равно одни и те же. Это выезд на полосу встречного движения, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части. Превышение скорости, наверное. Превышение скорости, оно может быть, да, но скорость должна быть такая, чтобы она соответствовала конкретным условиям. То есть, в том числе дорожным, погодным. Не все водители это учитывают. И тем самым попадая в дорожно-транспортное происшествие. Ну, ведь зимняя резина все равно не панацея, да, в любом случае. Конечно, согласна. То есть, не имеет значения. Надо все равно развивать навыки. Смотрите, вот в Югре у нас пока не очень развит, да, по сравнению с остальными регионами. Прокат вот этих самокатов, электросамокаты, скутеры, вот эти все дела. У нас статистика по этим именно ДТП, вот с участием вот этих самоходных движущих средств, или как они называются, печальная или пока не очень? Нет, я вот не скажу, что это какая-то проблема у нас. Пока, возможно, прокат и аварийность с участием таких средств индивидуальной мобильности, скажем, это все равно присуще большим городам. Возможно, Екатеринбург, да, сравним. У нас, насколько мне помнится, не изменяет память, количество дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов было три. Это те дорожно-транспортные происшествия, в которых люди получили травмы. Поэтому вот за весь год. Если говорить о профилактической работе, мы знаем, что неустанно ГИБДД ведет, проводит акции и прочее, прочее. Ну вот вообще какая работа в целом ведется? И как вы считаете, есть ли положительная динамика, есть ли какой-то результат? Какая-то отдача. Со стороны дорожно-патрульной службы, это в любом случае проведение профилактических мероприятий в ходе надзора за дорожным движением. Со стороны пропаганды, это освещение в средствах массовой информации, как дорожно-транспортных происшествий, причин, а также нововведения по линии госавтоинспекции. На постоянной основе организованы проверки пассажироперевозящего транспорта. И также хорошо, как вы правильно заметили, в рамках безопасной качественной дороги у нас большое внимание уделяется загородным автодорогам, в том числе и камер, разделению потоков. Рассматриваются вопросы установки необходимых дорожных знаков, искусственных неровностей и прочие, скажем так, облагораживания на уличной дорожной сети, которые позволят минимизировать дорожно-транспортные происшествия. Спасибо вам большое, что пришли. Знаем, что у вас работа непростая, ее много, и мы традиционно желаем вам поменьше вашей работы, чтобы было полегче немножко. Спасибо большое. Друзья, с гостем прощаемся, вам же говорим, вернемся буквально через две минутки. Пожалуйста, берегите себя, потому что зима все-таки непростое время года.